Третья тема у нас с вами сегодня – возможности медиатеки просвещения в современной школе. Значит, сегодня нам с вами нужно будет посмотреть, что такое медиатека, как ей пользоваться, и посмотрим с вами все ресурсы, которые мы можем с вами задействовать в, к примеру, ситуации с дистанционным обучением. Ну, действительно, кто бы мог у нас подумать, что в начале этого учебного года ситуация сложится таким образом, и что мы с вами экстренно будем переходить на дистанционное обучение, учиться использовать новые программы, учиться пользоваться новыми возможностями, которые у нас есть, и как можно на будущее заранее себе уже составить определенный перечень ресурсов, которые можно использовать как раз при реализации такого формата обучения. Итак, начнем мы с вами с медиатеки просвещения. Что она с собой представляет? Вам этот ресурс уже, в принципе, достаточно знаком, потому что реализуется доступ к медиатеке просвещения уже на протяжении трех месяцев. Значит, для того, чтобы зайти на ресурс, вам нужно в адресной строке ввести media.pros.ru. Значит, как только вы войдете, вы попадаете на главную страницу. Значит, на данный момент мы обращаем внимание, что у нас вся начинка, которая есть в медиатеке, она у нас находится в бесплатном доступе. Значит, особенно электронная форма учебника. Об этом мы с вами сегодня тоже поговорим. Значит, для того, чтобы попасть в систему, чтобы можно было воспользоваться тем, что в системе находится, вам нужно в первую очередь войти в медиатеку. Значит, для этого мы с вами нажимаем кнопочку в правом верхнем углу «Войти». И тут нам с вами система предлагает ввести логин и пароль, указанный при регистрации, для тех, кто зарегистрировался на портале просвещения, и для того, чтобы, к примеру, можно было... Вы регистрируетесь на вебинары, следовательно, там ваша почта уже есть, поэтому вы можете использовать логин и пароль и совершенно спокойно входить. Если вы не зарегистрированы в системе, то нажмите кнопку регистрации и заполните краткую форму. При этом мы с вами можем использовать регистрацию через совершенно различные социальные сети. Да, то есть, посмотрите, это и ВКонтакте, это и Одноклассники, и Фейсбук, и Гугл Форма и так далее. То есть, можем использовать социальные сети для регистрации. Значит, после входа откроется главная страница медиатеки. Вот нам с вами сначала нужно посмотреть, что на ней находится. Ну, естественно, наверху мы с вами видим две вкладочки. Это «Библиотека» и это «Новости». Что собой представляет библиотека? Если мы с вами прокрутим баннер немножко вниз, то мы с вами попадем на перечень предметов. Смотрите, здесь огромное количество предметов представлено, да, все школьные предметы, которые в школе преподаются, включая, обратите внимание, китайский язык, немецкий язык, французский язык и так далее. То есть, присутствуют все предметы, по которым выпускается продукция. Значит, если вы вдруг не нашли свой предмет, нажмите на кнопку «Все предметы». То есть, он наверняка есть, просто может быть глаз замылен и не увидели. Значит, как только вы нажмете на свой предмет, вы окажетесь в предметном разделе библиотеки. Значит, что в этом предметном разделе у нас с вами находится? Здесь находятся все учебники и методические пособия, которые мы можем вам предложить. Значит, ну вот, как показано на примере, был выбран русский язык, и представлены все учебники и методические пособия, которые есть по русскому языку. С первого по одиннадцатый класс. Естественно, такая система неудобна. Представляете, если нам с вами нужен русский язык одиннадцатого класса, и мы с вами получаем вот такой вот огромный список, а учебников много. Причем в началке они по разным частям. Поэтому, для того, чтобы можно было отфильтровать, то есть для нашего с вами удобства, используется система фильтра. Значит, можно отфильтровать учебники под конкретный запрос. Для этого мы с вами и будем использовать строку фильтра. Посмотрите, есть класс, можно отфильтровать по классу, по типу, и добавить, к примеру, либо в избранный какой-то учебник, либо в портфель. Значит, посмотрите, какие классы представлены. С первого по одиннадцатый класс, да, плюс ко всему ДО, дошкольное образование. Это что значит? Для всех классов будет вылезать вот эта таблица. Просто, к примеру, если мы возьмем предмет физику в объем третий класс, то, естественно, нам никакого учебника не покажет. Либо, к примеру, мы с вами возьмем дошкольное образование, там предмет химия. То же самое, ничего не покажет. Поэтому просто нужно отбирать по конкретному своему запросу. Тип контента. Что есть? Значит, есть учебники, да, то есть все, причем учебники, которые и входят в федеральный перечень, и те, которые пока не входят в федеральный перечень, как учебные пособия прогрифованы, они есть. Дальше. Файлы. Там находятся наши с вами методички по урочной разработке, да, по предметным линиям, по которым они предусмотрены. Вебинары. Это подгружаются вебинары на общие темы и под конкретный предмет. И тренажеры. Да, то есть мы отбираем материал так, чтобы можно было его удобно и эффективно использовать. Значит, давайте с вами, ну, проведем такой эксперимент. Можно отфильтровать учебники под запрос. Русский язык, пятый класс учебники. Посмотрите, что в библиотеке это только три представлено, да, на самом деле этих учебников больше. Значит, отображаются все учебники. Сейчас актуальный вопрос у наших филологов, это русский родной язык. Этот учебник тоже находится здесь. Значит, мы с вами берем, и, к примеру, я хочу выбрать русский родной язык. Мне нужен учебник для того, чтобы поработать с ним на уроке. Я просто на него кликаю, значит, и открывается страничка, общая страничка, ситульная страничка этого учебника. Значит, здесь у вас написано, да, что это за учебник, авторы и так далее, вся дополнительная информация. Для того, чтобы вам войти в учебник, нужно нажать кнопку «Открыть». Открываем с вами учебник, и система автоматически нас переносит на PDF-версию печатного учебника. То есть, что это такое? Это электронная версия бумажного учебника. Она ничем не отличается от бумажной версии. Вот это вам нужно понимать. То есть, и оглавление, и все остальное полностью соответствует бумажной версии учебника. То есть, печатной версии. Использовать можно очень даже неплохо. Да, мы все с вами работаем в Zoom и в Skype. В режиме реального времени мы с вами можем это выводить на рабочий стол и совершенно спокойно с этим работать. Какие дополнительные ресурсы у нас с вами здесь присутствуют? Ну, первый дополнительный ресурс – это переход к электронной форме учебника. На протяжении уже большого количества времени мы с вами обсуждаем, что такое электронная форма учебника, чем она отличается от электронной версии. Посмотрите, пожалуйста. Значит, если мы хотим с вами задействовать электронную форму, нужно нажать на кнопку «Электронный учебник» в верхнем правом углу. То есть, берем, нажимаем на «Электронный учебник». Значит, что такое электронная форма учебника? В отличие от обычной PDF-версии, то есть электронной версии учебника, здесь у нас находится что? Первое, для каждого параграфа – это краткая информация. Из параграфа такая выжимка с основной мыслью. Да? Называется она «саммери». Здесь находятся различные медиа и тестовые задания к параграфу. Да, их обычно немного, но после каждого параграфа тестовые задания даются. Значит, их можно использовать, опять же, в режиме реального времени, давать на него ссылку. С ним можно совершенно спокойно работать. Для того, чтобы вернуться к электронной версии учебника, вам нужно нажать на кнопку «Печатный учебник». Да, и мы опять возвращаемся туда. Значит, напоминаю, какой тип контента есть. В библиотеке у нас есть учебники, входящие в федеральный перечень учебников, а также учебные пособия. Находятся файлы, то есть методические рекомендации по предметам и по уроченной разработке КОМК. Перечень вебинаров по предметам и онлайн-тренажеры по предметам. Значит, какие дополнительные возможности у нас с вами на данный момент есть? То есть цифровые ресурсы и сервисы, которые мы можем с вами использовать на уроках. Первое, ну, бесплатный доступ к электронным форумам учебника. Дальше, вебинары от издательства. То есть сюда вы можете войти, и там будет у нас с вами список и онлайн-уроков. Да, сейчас у нас мая уже подходит к концу. У нас основная масса учеников аттестована. У нас с вами остались в основном бедные 11-классники, которые будут сдавать ЕГЭ. Поэтому сейчас, июнь-месяц, будет ориентирован на ЕГЭ, то есть на старшеклассников. Следующий сервис – это рабочие программы и методические пособия. Значит, то, что мы можем с вами отфильтровать в самой медиатеке. Здесь находится рабочая программа по каждому курсу, по каждому учебнику. Здесь находятся и поурочные рекомендации, и поурочное планирование. Дальше. У нас с вами есть цифровая образовательная среда. Sky School – английский язык. Это для англичан более полезный. Это достаточно интересный ресурс, который можно использовать. Ссылка на интернет-магазин издательства, если вам нужна бумажная версия. И каталог олимпиад и курсов. Значит, вот все, что на данный момент можно использовать для организации дистанционного обучения. Значит, если у вас есть какие-то вопросы по медиатеке, то вы можете совершенно спокойно написать нам на почту, либо позвонить по телефону. Контакты указаны. Значит, обычно ответ достаточно оперативный. Колл-центр отвечает достаточно быстро. Поэтому, если какой-то вопрос есть, то обязательно можете его задать. Значит, что мы можем использовать дополнительно? Дополнительно рекомендуется использовать такой сервис, как SkySmart. То есть, интерактивная рабочая тетрадь для первых 11-классников. Помните, когда мы с вами обсуждали мою школу в онлайн, такой ресурс, очень много было вопросов по поводу онлайн-проверки. То есть, очень хорошо, тестов мы можем сами с вами насоставлять, детям выдать, но потом проверять опять нам. То есть, так же, как с контрольными работами. Поэтому, в данном случае, вот эта интерактивная рабочая тетрадь может вам помочь. Значит, здесь у нас перечислены предметы, по которым сейчас интерактивная рабочая тетрадь уже доступна для учеников с 1 по 11 класса. Это русский язык, общество знаний, английский, физика, математика, геометрия, алгебра, информатика, литература, география, история России, всемирная история, окружающий мир, химия, биология. Значит, что собой представляет данная рабочая тетрадь? То есть, это достаточно удобный сервис, где мы с вами можем подобрать упражнения по разным темам, по совершенно разным рабочим тетрадям к разным учебникам. Учебники представлены, да, вот к вам, к примеру, приведена математика. И можно использовать, как только вы зарегистрируетесь и составите работу, вам дается ссылка на эту работу, которую можно разослать ученикам. И по мере их выполнения вы на главном экране будете видеть процент выполнения. То есть, тут же идет онлайн-проверка, чтобы вам не морочиться с проверкой ватсапных версий, когда плохой камерой снята, с низким разрешением, или в перевернутом виде, или как угодно. То есть, перлов очень много у учеников бывает. Дополнительный ресурс, который тоже можно использовать, и его можно использовать в том числе и с помощью медиатеки, это ресурс, конечно, «Моя школа в онлайн». Для того, чтобы войти, нужно пройти по адресу цифры school. Коллеги, обращаю ваше внимание, что все ссылки действующие в презентации, поэтому можно переходить прямо из презентации. Значит, напомню, что в ресурсе «Моя школа в онлайн-регистрации» не требуется. То, что вы можете оставить e-mail, это рассылка с новостями ресурса. То есть, если выкладывается новый урок, то вам автоматически приходят уведомления. Предметы практически все представлены. Повторюсь, как и в принципе в прошлый раз, что представлены предметы, по которым проходит ВПР и государственная итоговая аттестация, значит, по всем классам с 1 по 11. Выкладываются предметы по всем классам, которые есть, по темам четвертой четверти, по разным учебникам. Да, учебники можно менять. Значит, посмотрите, когда мы с вами открываем конспект урока, то у нас с вами появляются две ссылочки. Материал урока и учебник. Значит, конспект урока – это материал урока, а вот учебник – это электронная форма учебника. То есть, мы с вами переходим автоматически, если мы работаем с учебниками издательства и просвещения, то в медиатеку просвещения. Значит, опорные конспекты на сайте все размещены, они не удаляются, можете с ними со всеми познакомиться. Значит, что собой представляет медиатека, что собой представляет ресурс «Моя школа в онлайн», мы с вами об этом уже говорили. Значит, опять же, если будет какой-то вопрос, то по форме обратной связи можем задать вопрос и получить ответ. Есть ли, коллеги, какие-то вопросы? Давайте с вами приступим. Значит, как задания из интерактивной тетради попадут к ученикам? Коллеги, вы можете посмотреть в рубрике вебинара, записи вебинаров, были проведены вебинары как раз по SkySmart. Значит, там, когда вы регистрируетесь на SkySmart, составляете определенный вариант, то есть проверяете определенную тему, вам выскакивает ссылка. И вот эту ссылку вы можете переслать ученикам. Хотите по почте, хотите в WhatsApp, хотите в Viber, то есть как вам будет удобно. Значит, ребенок выполняет, вводит ответы, потому что в основном задание тестовое, либо краткая форма ответа. И вы просто видите в системе результат, сколько каждый конкретный ученик выполнил, потому что при входе ученика он заполняет определенные данные. Значит, пока пользование библиотекой бесплатное, отвечаю на вопрос. Коллеги, расшифруйте, пожалуйста, что значит, что есть для TMNR. Немножечко не понимаю. Значит, как долго будет доступен ресурс? Все ресурсы будут доступны, ну, все время, но никуда не денется. Что есть для детей с ОВЗ? Значит, обратите, пожалуйста, внимание, когда будете смотреть учебники, что там представлены не только учебники обычные, но и для детей, для слабовидов. Так, предмет истории, учебник под редакцией Туркунова заканчивается. Какие учебные пособия ждут для 11 класса? Александр Николаевич, отвечаю вам на вопрос, что с этим вопросом проще обратиться на по электронной почте, которая указана в презентации, на горячую линию. Наши коллеги-историки вам ответят. Так, есть ли возможность скачать учебник? Нет, пока доступно только в электронном виде, только через браузер. Значит, будет ли рабочая тетрадь к учебникам и развлека и геометрия 7 по 9 класса? Коллеги, это все на самом деле в планах есть, потому что здесь, если мы с вами посмотрим на ресурс SkySmart, сейчас я попытаюсь вернуться на него, значит, для того, чтобы можно было... Сейчас, вот он. Видите, есть такая графа, как, к примеру, нет моего предмета, а если мы с вами зайдем в рабочие тетради, тут внизу, там дальше, будет еще нет моих рабочих тетрадей, то есть нету таких пособий. Разработчики ресурса собирают вот эти данные и уже дальше ведется работа по добавлению рабочей тетради по каждому конкретному запросу. Так, что есть с немецким языком? Коллеги, с немецким языком, как я говорил, сейчас опять же вернусь в презентации, по медиатеке просвещения, в медиатеке просвещения есть ресурсы, то есть вы можете посмотреть. Давайте с вами найдем, вот он, немецкий язык, есть третья строчка зелененьким цветом. Учебники, по крайней мере, есть. Так, что есть по физической культуре с пятого по одиннадцатый класс. Опять же, смотрим в медиатеке, что там присутствует. Физрук где-то видел, что-то уже в глазах, в глаза не бросается. Нажмите на кнопку «Все предметы», и там у вас физическая культура появится. Естественно, там это и есть. Так, идем дальше. Так, по поводу бесплатного скачивания, коллеги, не обладаю такой информацией, поэтому не отвечу. Значит, по русскому родному и по родной литературе, коллеги, вот все, что есть на ресурсе, вот этим можно совершенно спокойно пользоваться. По поводу скачивания ничего не скажу. Да, то есть, нету такой пока информации. Воспользоваться ресурсами. Обратите, пожалуйста, внимание, когда пользуетесь ресурсами. Во-первых, нужно войти, да, значит, скачайте, пожалуйста, презентацию, если у вас что-то не получается, еще раз попробуйте. Если не получается не работать, что-то не открывается. Коллеги, может быть, мы все живем в такой технической ситуации. Скачайте просто и напишите на горячую линию. Наши системщики вам помогут. Учебники задают вопрос. Ольга, значит, учебники в ГОСовские. Учебники все подходят под ВГОСы, просто есть учебники, которые входят в федеральный перечень, они так и помечены, да, учебник. А есть учебники, которые пока на данный момент времени не входят в федеральный перечень, это учебное пособие. То и то мы можем использовать в своей работе. Еще вопросы к Олене? Еще раз. Если у вас возникает какой-то вопрос, вы всегда его можете задать по контактам горячей линии, написать письмо по электронной почте, можете позвонить по телефону, потому что очень часто бывают небольшие технические сбои. Для того, чтобы их не было, вы можете к нам обратиться, и вам ответят с вашей проблемой, вам помогут. Если вопросов больше нету, спасибо большое, коллеги, за внимание. До свидания. Продолжение следует...